Если руки не грязные, это ещё не значит, что они чистые. Врачи утверждают, каждый день мы приручаем больше ста видов бактерий. Самая страшная пара, пожалуй, на сегодняшний день – это туберкулёз. Вот буквально человек чихнул заражённый, вы тут же взяли за этот поручень, тут же вытерли лицо, вы его получили. В течение трёх часов он сохраняет свою жизнедеятельность. А деньги? Только подумайте, сколько владельцев было у купюр, которые вы только что мусолили в руках. Но наибольшую опасность представляют не поручни в общественном транспорте и даже не деньги. Самое грязное – это ручки тележек в супермаркете. А теперь представьте, в течение дня мы едим как минимум три раза. Перекусываем на бегу, посещаем туалетные комнаты, здороваемся за руку. Но за столом почему-то об этом забываем. Мы провели полчаса в кафе, понаблюдали за посетителями. Никто не вышел помыть руки перед едой. Особенно нас удивила вот эта женщина. Она взяла в руки хлеб и спокойно приступила к обеду. Казалось бы, современного, вечно спешащего человека выручают антибактериальные салфетки. Вот и этот мужчина решил не тратить время. Просто протёр руки и начал есть. Мы предложили ему поучаствовать в эксперименте, проехать с нами в лабораторию. Ну что ж, давайте посмотрим, кого же мы приручили. Берём соскоб с грязных рук Владимира. Теперь одну руку помоем мылом, а другую обработаем салфеткой. Берём соскоб ещё раз. Итак, по результатам исследования можно сделать вывод, что на руке, обработанной мылом, было уничтожено 80% базилинтворных бактерий, а на руке, обработанной бактерицидной салфеткой, всего лишь 15%. Следует уточнить, обычное мыло не убивает микробов, а лишь создаёт условия для смыва грязи с кожи. Поэтому эксперты для большего эффекта рекомендуют держать руки под водой как минимум 10 секунд. Когда же протираете руки салфеткой, не забывайте и про ногти. Большое количество бактерий, вирусов содержится у нас на руках, особенно под ногтями. И всё это, конечно, тащится у рот, и можно заработать здесь, начиная даже от простудных заболеваний любых, заканчивая сильнейшими отравлениями дизентерией. В тёплое время года моете руки каждые 2 часа. Ну и, конечно, не забывайте делать это перед едой.